Международная группа по оказанию помощи национальным меньшинствам Мьянмы в понедельник сообщила, что военные в стране нарушают права человека. По словам правозащитников, солдаты, прикрываясь борьбой с многочисленными повстанческими группировками на севере Мьянмы, совершают самовольные казни и изнасилования. Всё это происходит на фоне реформ, призванных остановить жёсткое военное правление в стране. Представители организации посетили северный штат Качин, где в июне после 17 лет перемирия возобновились вооружённые конфликты с повстанческой группировкой Организация независимой Качин. «Мы разговаривали со многими людьми, которые подтвердили всё, что написано в отчёте. Мы говорили с одним человеком, носильщиком, который сумел убежать. Он рассказал о том, что случилось с ним и его друзьями, как на улице их арестовали солдаты в штатском и заставили работать носильщиками, как они ходили под джунглем, нося оружие, как две жительницы Качина тоже были задержаны в этом же месте, и их неоднократно насиловали по нескольку раз в день. Всем янманские солдаты насиловали их много раз в день. Просто трагические истории». Ещё со времён обретения независимости Мьянмы от Великобритании в 1948 году на территории страны действовало огромное количество группировок, которые боролись за контроль на своих территориях и независимость от военного режима Мьянмы. Нередко борьба велась и за многочисленные опиумные поля. В свою очередь, военное руководство десятки лет всячески подавляло повстанческие движения и оправдывало свой жёсткий контроль опасениями развала страны. После прошлогодних выборов военные сдали лидирующие позиции. Однако правозащитники утверждают, что в конфликтной зоне нет никаких признаков реформ, о которых говорит гражданское правительство. «Ситуация жуткая, им всем нужна срочная помощь». Отчёт группы вышел незадолго до предстоящего на этой неделе трёхдневного визита в Мьянму у госсекретаря США Хиллари Клинтон. Он будет означать международное признание реформ в изолированной стране, которая хочет сократить зависимость от Китая и положить конец санкциям со стороны Запада на нарушение прав человека и подавление демократии.